Привет, ребята! Меня зовут Кривошейная Елена, где нужна некая обычная к Елене. Я живу в городе Кирове и иногда пишу про него видюшки. Давно не писала, хочу это сделать снова. Итак, я еду на автомобиле. Поеду я по улице Ленина. Ой, как меня кидануло. Проеду почти по всей ней. Сейчас, секунду. Сейчас еще и киданет. Вот, это я не люблю на лежачих полицейских останавливаться. Вот так возле кампрыгаю. Так вот, я выезжаю из Нововятска. Нововятск – это один из районов города Кирова. Некогда это был отдельный город. Потом его присоединили к областному центру Кирова. Стал он районом. Но если мы сейчас посмотрим по сторонам, посмотрим по сторонам, то вокруг лежит пространство, похожее на загородное. Ну, вот сейчас мы въезжаем в деревеньку, одну из деревенек, находящихся между двумя бывшими городами. Так вот, присоединенный Нововятск, конечно, он район города, но сами жители Нововятска. Да и мы, в принципе, кировчане, немножко его воспринимаем отдельно, потому что действительно между ним и Кировом лежит такое неосвоенное пространство. Сейчас мы едем по селу Красному. Я даже не знаю сейчас, но село ли называется, потому что, по идее, оно тоже должно входить в состав города Кирова. Но таблички остались. Вот если видели, на въезде была эта табличка красная. Ну, так по привычке и называем, получается. Впереди, ну, вот здесь домики сельские такие идут, деревенские, а впереди, вдалеке, если вы посмотрите, стоят большие дома. Это у нас новый район города, называется Солнечный берег. Солнечный берег очень удачно называется, потому что он находится на берегу. Если у нас есть солнышко, то он солнечный. Ну, просто у нас город не очень солнечный. Солнышко бывает не так уж и много солнечных дней, не так много встречается. Но если, если встречается, то да. А вообще район мне нравится. Раньше в том районе находился педагогический университет. Один из корпусов педагогического университета. Сейчас, ну, институт раньше еще, да. Вот еще тоже указатель Корченкиной идет. Тоже как бы село, которое раньше было селом. Сейчас я думаю, что это тоже входит в состав города. И, кстати, ух ты, как интересно. Ну, вот вдоль чего мы едем, что я сейчас показываю справа, это у нас очистные сооружения. То есть, я так понимаю, что вода использованная, как бы помягче это сказать, сточная, да, со всего города, ну, не со всего, наверное, с части города, потому что, по-моему, у нас несколько очистных сооружений, хотя не уверена. Так вот, поступает сюда, и здесь она очищается и сбрасывается обратно в реку Вятка. Кстати, вот там справа, да, все мы едем за домами, за очистными сооружениями и все такое. Там как раз находится наша река Вятка, любимая. Любимая-то любимая, но тоже как бы какие-то грустные моменты с ней связаны, потому что раньше речка была достаточно полноводная по ней и осуществлялось и судоходство. Большие кораблики достаточно плавали. Плавали, ну, как бы круизные кораблики, которые по рекам ходят. Ну, правда, небольшие круизники, может быть, двух палубники, не знаю, может быть, трех, но, тем не менее, это было. Но река сейчас очень сильно обмелела, как говорят, что по причине, что перестали чистить русло, то есть его занесло, и плавать-то по ней, в общем-то, невозможно. То есть уже, наверное, два-три, ну, вообще, наверное, больше. Несколько лет подряд круизные компании российские пытаются организовать круизы в наш город Киров, потому что, ну, есть люди-туристы, любители именно круизов, которые ездили бы и ездили, но многие направления, они уже проехали. Хочется чего-то новенького, Киров был бы неплохим вариантом, но проплыть, пройти, проехать на кораблике невозможно. Пытались организовать весной, то есть когда вода более высокая. Ну, знаю, когда первый год организовывали до Кирова, корабль так и не дошел. Ну, теплоход так и не дошел, по причине, что, в общем, мелко. Нереально было для него дойти. Но, по-моему, он дошел до Вятских полян. Но это в 300 километрах от Кирова, так что далековато. Так, мы как раз приехали, едем мимо района Солнечный берег. Он совершенно новый, строился, ну, как бы изначально, как район целый, то есть планировался. Все дома, реально все дома новые. Очень мне нравится, это очень приятно, когда новые домики. Много детишек, детские площадки какие-то эти, прогулочные тротуары, улочки, бульвары. Ну, бульвары, о, это я что-то загнула, конечно, не до такой степени. Сейчас, погодите, скажу, потом дальше скажу. Вот этот самый корпус педагогического института, потом университета. А сейчас у нас, по-моему, один общий университет, который объединил вот как раз ПЕД педагогический и Политех. Сейчас они общие, но на базе, получается, Политеха. Это не очень здорово, не очень счастливы преподаватели по причине, что вся эта управляемость, управляясь такой махиной, гораздо более сложна, чем отдельными специализированными учебными заведениями. Мне тоже кажется, зря оно это сделано. Ну, как бы, что мы можем, да? Что мы можем, если правительство считает, что так нужно? Мы можем сказать, только есть, будет сделано. Слева у нас тоже новый район города. Видите, написано Гринхаус, да? Вот он так и называется Гринхаус. Поэтому магазину, который построен, Гринхаус. Почему же он грин? Грин – это зеленый, но только надпись зеленая. Ну, что ж, так сложилось, так получилось. Так, слева у нас Гринхаус, справа не знаю, что, что за район и как он называется. Едем мы дальше. Это уже улица Ленина, то есть там, где мы выезжали в Нововятске. В Нововятске название улиц Свои, не Кировские. Ну, то есть он же был отдельным городом. И название улиц Свои. Иногда даже дублирующее название улиц города Кирова переименовывать, видимо, не стали. Иногда даже бывает немножко путаница. То есть уточняешь, ты какую улицу имеешь в виду, в Нововятске или в Кирове? Вот, кстати, да, я сейчас машинально сказала фразу в Нововятске или в Кирове. То есть, ну, реально, хоть и Нововятск отдельный район города Кирова, все равно воспринимается как отдельный город до сих пор. Это у нас улица Ленина. Некогда она была, ну, в смысле, не улица Ленина была, а окраиной. Хотела сказать, некогда улица Ленина. Фу! В общем, я запуталась. Сейчас скажу по-другому. Смысл такой, что та часть улицы Ленина, где мы сейчас едем, некогда она была, в общем-то, окраиной города уже получалась. Ну, я имею в виду даже не древние времена, а уже как бы типа наши, советские там какие-то. То есть вот этих всех большеньких домиков, в общем-то, и не было. То есть совсем-совсем край города. Но сейчас с постройкой Гринхауса, района Гринхауса, да, с постройкой района Солнечного берега. Это, в общем-то, не край. Это, в общем-то, продолжение города. Мы едем дальше, едем вперед. Вот там машину пережидала, которая ушла вправо. Туда бы мы уехали в район города Лесозавод. Там действительно был лесозавод, и который оказался градообразующим. Пу, да, районнообразующим, наверное, надо сказать. То есть оказался районнообразующим. Образовался целый район, где жили работники этого лесозавода. Едем мы с вами дальше. Сейчас подождите, я еще тут смотрю за дорожной обстановкой. Вот как раз, кстати, мы будем переезжать железную дорогу. Эта ветка не такая, не общественная, скажем так. То есть она как раз уходит вот туда, и она идет именно к лесозаводу. То есть по ней не ходят какие-то пассажирские, какие-то еще поезда. То есть она идет прямо к лесозаводу, чтобы подвозить лес, ну и, наверное, вывозить чего-нибудь. А если бы налево, то тогда бы мы приехали к вокзалу, железнодорожному вокзалу города Кирова. Итак, улица Ленина. Мы подъезжаем к улице Милицейской. Вот на светофорчике там останавливались машины, мы тоже стояли, пережидали. На улице Милицейской у нас находится центральный рынок. Некогда очень важная часть жизни кировчан. Потому что, мне кажется, Киров всегда жил небогато. И чтобы закупить какие-то вещи, горожане заглядывали на рынок, где было все подешевле. Сейчас как-то вот, ну, несколько раз я там была, не скажу, что я часто туда бываю. Как бы, ну, так, так иногда. То есть не скажу, что там много посетителей, не скажу, что там людно. Так что, видимо, кировчане закупаются где-то в другом месте. Слева вот эти красненькие здания. Это у нас тоже корпуса бывшего пединститута. То есть вот там в Чижах я вам показывала. А, кстати, да, тот район назывался Чижи, где стоял пединститут. А чуть подальше него построили вот тот, который я тоже показывала, солнечный берег. В Чижах, кстати, у нас находится инфекционная больница. И когда начался ковид, там в ней первые организовали вот эти вот больницу именно для этого заболевания. Причем все там было круто, но она же инфекционная, да. То есть там шла аж фильтрация воздуха как-то из палаты, чтобы от больных не попадал воздух в обычное пространство. Так, мы все едем по улице Ленина. И это уже такая, начинается старинная часть улицы Ленина. В принципе, она была центральной. И в древние времена, в древние времена я имею в виду период деревянных домиков, зарождение города и тому подобное. И здесь уже домики идут. Сейчас, секунду, погодите, там ученики едут. Ученики это страшно. Ученики на дороге это очень страшно. Вот, и если мы сейчас посмотрим, вот как бы это тоже как бы начало вот этой старинной части улицы нашей Ленина. Ну, давайте даже по левой стороне. Ну, тут не все так, но по левой стороне. Посмотрите, это зелененькое, это музей Салтыкова Щедорина, который был у нас в Лятке. В смысле не музей, но музей-то и есть. А Салтыков Щедорин, это человек, который был у нас в Лятке. Я только забыла, добровольно или в ссылке. Потому что большинство людей у нас было в ссылке, большинство известных. Это мы проезжаем с вами в бывшее здание КГБ, нынче ФСБ. Стоит вон полицейский, не позволяет никому около него парковаться. Совсем-совсем центральная часть нашей улицы Ленина. Сейчас, секунду. Всякие машины тут под ноги лезут. Так, вот в этом сереньком здании еще в советские времена располагался старый универмаг. Ребята, я сейчас что-нибудь от таратории буду выключаться, потому что мне надо будет поворачивать, и мне будет это сложно. С улицы Ленина я буду съезжать. Ну, можно сказать, что большую часть мы ее проехали. Вот если посмотрим вперед туда за машинкой, выглядывает уголочек коричневый такой справа. Вот я его сейчас держу в центре. Ну, как бы, смотрите, как это вам сказать-то. Ну, сейчас поближе подъедем. В общем, смысл такой, что это у нас центральная гостиница. Тоже одна из старейших гостиниц в городе. Сейчас попробую еще показать. Я как раз около нее поворачиваю, и после этого я выключусь, видимо. Так, вот. Сейчас, секундочку. Вот где мы сейчас остановимся на перекрестке. Ну, перекрестке, где вот, видите, вверху пешеходный переход, повешен стрелочкой вперед, это перекресток. Это перекресток с улицей Спаской. У нас здесь есть кусочек пешеходный. Сделана пешеходная улица. Оформили, в принципе, очень миленько. Сейчас я покажу. Вот в ту сторону надо смотреть. Ой, ну, сейчас не так все интересно. Интереснее, конечно, летом там мощеный тротуар. Ой, на нем так хорошо фотографии получается. Фотограф. Фотографирую. Вот она, центральная наша гостиница. Я, извините, поворачиваю. Поворачиваю я на улицу Московскую. Хотела вспомнить, как она раньше называлась в советские времена, но уже не помню. Из головы все вылетело. Ну, в общем, я на поворот. Спасибо, что посмотрели. Сейчас, погодите, мне надо проскочить. Прошу прощения. Значит, спасибо, что посмотрели. Приезжайте к нам в Киров. Иногда у нас бывает хорошо. Несмотря на то, что мы провинция. Провинция, городок небольшой, но зато милый. Так что все. Пока-пока. Спасибо, что глянули. Ай, у меня на поворот. Все. Пока-пока, ребята. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...